Стоимость природного газа для населения России одна из самых низких в Европе. Однако разница в цене между субъектами может превышать семикратное значение. Агентство новости составило рейтинг регионов с самым доступным газом. Больше всего голубого топлива на свою зарплату могут приобрести жители Ямала-Ненецкого округа – более 20 тысяч кубических метров. Татарстан также вошел в топ-20, правда, оказался на последнем месте. На свою зарплату жители республики могут приобрести 5,5 тысяч кубометров газа. Четверть россиян считают себя жертвами перестройки. Таковы результаты исследования, проведенного в ЦИОМ после того, как в Госдуме прозвучало предложение создать в России новую льготную категорию – жертвы перестройки. Оказалось, что пострадавшими ощущают себя 25% жителей страны. Чаще всего это люди старше 60 лет. При этом предложения о введении льготной категории поддержали более 40% опрошенных. В Татарстане стали больше производить молока, мяса и яиц. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зябаров, за 9 месяцев этого года выращено более 300 тысяч тонн скота и птицы, что на 7% превышает показатели прошлого года. Причем более половины объема мяса произвели птицеводы. С начала года было получено более 900 миллионов штуки яиц, что на 115 миллионов больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на 4% увеличились надой молока. В Татарстане введено в эксплуатацию более 75% жилья от плана. В этом году в республике планируется ввести в строй 165 домов почти на 8 тысяч квартир. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана. При этом в набережных Челнах выполняемость плана по введению в эксплуатацию жилья составляет немногим более 44%. Хуже, чем у Автограда, показатели только у Нижнекамска. В России хотят сделать электронными свидетельства о поверке квартирных счетчиков, измеряющих потребление коммунальных ресурсов. В случае принятия законопроекта, который правительство уже внесло на рассмотрение в Госдому, бумажные документы утратят свою удостоверяющую силу. Специалист в присутствии собственника квартиры должен будет занести результаты поверки в специальный реестр агентства через портал Госуслуг. В набережных Челнах растет число жителей, заболевших острыми респираторными заболеваниями. Как сообщает местное отделение Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано более 2000 таких случаев. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 3%. Жители Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Русская народная игрушка». Как сообщает пресс-служба Минкультуры Республики, представленные работы должны быть выполнены из природных материалов. Победители будут определены в пяти номинациях, например, таких как тряпичная кукла, ярмарочная игрушка, игрушки военных лет. Заявки и фотографии, работ будут приниматься с 16 декабря на электронную почту kcrfsobacomail.ru.